Ребятушки, всем привет! Моим друзьям, моим подписчикам и просто нечаянно заглянувшим на мой канал. Хвастать своим цветением мы все любим, я в том числе, но надо иметь смелость и показывать свои промахи, свои неудачи, свои ошибки, ну и свои болеющие орхидеи, правда? Вот это мои катосетумы. Катосетумная группа в моем доме появилась, наверное, года как 3-4, не больше. С ними я пытаюсь подружить, но не всегда все получается гладко, поэтому я не отчаиваюсь, я знаю, кто-то выживет, а кто-то и пропадет. За все это время у меня процвело только 2 цикнодеса и погибло тоже 2 цикнодеса. В этом виновата сама. Растения эти на самом деле не особо сложные в уходе, главное понять специфику ихнего роста и как правильно за ними ухаживать. Ну и, конечно же, иметь терпение и время за уходом любого растения, не только этих. Свои цикнодесы я уграла сама, я каюсь, я виновата. Ну, на то есть есть какие причины. Многие из вас знают, что у меня очень сильно болела мама и последние полгода мы жили как в аду. Человек без ума, человек без памяти, человек, у которого начался необратимый процесс организма. В общем, это очень больно. Какие там, к черту, цветы, когда на твоих глазах умирает твой родной, близкий и самый-самый-самый-самый человек. Это, конечно же, наша мама. Любой, любой из нас в самую сложную минуту почему-то всегда говорит, Ой, мама, ой, мама, дорогая, ой, мама, помоги, правда? Либо Господи, Господи, помоги, либо мама. Но, скорее всего, мама. Мама это самый родной и самый близкий человек у каждого человека. Всегда помните об этом. Помните, целуйте руки, обнимайте и уделяйте как можно больше внимания своим родителям. Цикнодесы. Цикнодесы мои желают, конечно, лучшего. Ну, начнем мы с вами с хизисов. Вот этот хизис я купила совершенно недавно, в декабре прошлого года. Хорошее, здоровое, взрослое растение, которое посадила вот так вот в кокосовую корзинку. Там у него кара с мхом, корзинка эта хорошо обдувается и просыхает. У растения был еще один рост, который начал подгнивать, я его просто вырезала. Вот этот молодой рост, он изначально был, где-то равновенно размером вот таких вот. Ну, и на сегодняшний день вот так вот он вырос. Все мои катоцетумы на сегодняшний день больны. Больны поеданием клеща и, как следствие, после поедания клеща на них садится, сажается, короче, поселяется сажистый грибок. Это такая зараза, от которой избавиться очень сложно и погибают орхидеи в мгновение ока, честно. Еще один хизис. Вот такой вот малыш красотун. Маленькое растение, которое покупалось в октябре 2018 года, в феврале 2019 года я его пересаживала. Растет он на свой возраст, на свой размер довольно-таки неплохо, но выдает очень много ростов. Так, изначально думала, что, может, их надо удалять, потом поняла, что не стоит, они вон и сами пропадают потихоньку. И тоже, тоже нас кушает клещ. Потом у меня есть вот такое вот растение. Это клавесия Ребекка Нортон. Растение покупалось с частных рук в мае 2018 года, как взрослое растение. Но пока я не видела, какие должны быть клавесии, я в это свято верила. В ноябре 2019 года я его пересадила. И люди, друзья мои, показали мне, какие же клавесии на самом деле. Да, они меньше размером, чем Катасетум и Секнодесы, но и не такие мелкие, как у меня. Поэтому это растение на зимний покой не отправляется. Оно просто вот растет и развивается круглый год, потихонечку. Пусть набирается сил, я думаю, что еще годик. А потом мы с ним перейдем на режим с Катасетумной группы, как всегда, как они любят. С зимним отдыхом и с хорошей просушкой. Дальше, ребята, у меня есть вот такой Секнодес. На название его я, к сожалению, не помню, потому что бирку я утеряла. Четыре родителя я называю его. В роду этого Катасетума четыре родителя. Вот в прошлом году он даже пытался зацвести. Но не хватило ему сил или освещения, или резко похолодало. Ну, не знаю, я в этом плохо разбираюсь. Цветочки он не вытянул. Он так и засушил свои цветоносы. Не вытянул, даже бутончики не вытянул. Вот это старая бульба, которую нужно пора, пора уже вырезать. Что я и сделаю в ближайшем будущем. Дальше у меня есть вот такой вот Сеянец. Сеянец Катасетума Тенибросиум, Тенибросиум, или как он там называется. В общем, не покупайте, ребята, вот такой мелкоту. Это такая головная боль. Растет он с июня прошлого года. Вырастил вот эту всегда бульбу. Вот она. Она на самом деле очень маленькая, посмотрите. Это так в камере кажется, что она огромная. Но она маленькая. Одну псевдобульбу при пересадке я ему удалила, потому что она уже пропала. И в этом году начал расти рост. Растить рост, на который попала вода. И как вы видите, этот рост благополучно пропал. Но вон там, камера что-то сегодня выделывается. Вон растет еще один ростик, который придется удалить. Потому что вот этот молодой рост, у него более развитый. И учитывая его размер и количество псевдобульб, он просто не вытянет. Это будет какой-то уродец. Поэтому вот тут молодой ростик все-таки придется удалить. Сейчас он не поливается, потому что корешков у молоденького роста нет. Я просто вот тут вот слегка сбрызгиваю и все. Дальше. Дальше у меня есть две черные фритлоркиары. Да, кстати, давайте же про клеща. Вот, смотрите. Смотрите, он отблеский, видите? Вот у цикнодесов и у катосетумов есть такое свойство. Они выделяют вот такой вот сладкий сахаристый сок. Это нормальное явление, если нет клеща. Но здесь, здесь есть клещ. Посмотрите на листья, видите? Листья поедаются клещом. Вот этот сахарный сок в домашних условиях нужно смывать. Обязательно нужно смывать. Ну, спиртиком там или водочкой, или самогоночкой, чем хотите. Или хотя бы перекиси водорода. Надо смывать. Вот, я имею в виду сахарный. А клещевой, так кто вообще? Вот, смотрите. Как сожрал клещ. Клещ сожрал листья моих фредушек. Как следствие, вот видите, сок вредителями высосан. И листочки погибают. Вот так сожрал клещ до основания. Вот, можно все обрывать, обрезать. Потому что вот это растение сожрато по полной программе. Это Ацикнодес Вайн Делайн. Вот этот Катасетум, Тенибрусум еще один. Пилиатум на Тенибрусум. Он покупался недавно. Он покупался в декабре прошлого года. Чистыми, голыми бульбами. Без лисиев, без ничего. Но вот на сегодняшний день растит вот такие вот два молоденькие роста, которые уже поливаются. Ну, видите, клещ есть и здесь. Вот. А вот этот Катасетум, это вообще, это что-то. Я не досмотрела. Не досмотрела, как начала подгнивать вот бульба. Видите? Сейчас, я переверну вот так вот. Начала гнить бульба. Вот она. Вся мягкая и гниет. Ее надо немедленно вырезать. Немедленно. На ней растет вот этот вот рост. И вот этот вот я обрежу до живого места. Присыплю корицей. И хочу вот этот вот молодой рост посадить в полугидропонику. В обрезанную бутылку с постоянно находящейся в ней водой. Я потом вам покажу, что у меня из этого получится. Что я вам еще не показала? Вроде бы как все показала, да? Ну, что ждать от этих растений? Да ничего. Ничего хорошего от этих растений не ждать, потому что все эти растения на сегодняшний день болеют. Что я делаю для того, чтобы помочь им оздоровить их? Ну, и по крайней мере, конечно, я про цветение молчу. Ну, хотя бы сохранить для себя эти растения. Я протираю им листочки. И каждую неделю на сегодняшний день я обрызгаю их окорицидами. Выхода другого нет. Листья, конечно, пропадут. У большинства из них пропадут. Ну, посмотрим. Посмотрим, что будет к осени. А вдруг, а вдруг они нальют свои псевдобульбочки и, по крайней мере, отправятся на покой с запасом питания. Надеюсь только на это. Ну, вот такая вот беда у меня с катосетомами. Неприятно. Ну, все мы это переживем. Правда? Желаю вам здоровья. Здоровья вашим растениям. Ой, и никогда не встречаться с такими вредителями, как лещ. Такая зараза. Пока, друзья. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok